Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на интересное устройство, которое расширяет возможности вашего телевизора. Буквально за полчаса вы сможете получить подсветку за телевизором, который будет в прямом смысле расширять изображение на экране. И при этом это все будет работать с любым устройством, от игровой консоли, PlayStation 5, Xbox Series X до, в общем-то, всяких медиаплееров и всего остального. Давайте вместе разбираться, как это все работает. И раз у меня такое было, что нужно что-то купить, например, какой-то гаджет, а денег, к сожалению, не хватает. При этом я понимаю, что в ближайшее время деньги появятся, но вот прям здесь и сейчас, к сожалению, приобрести его не получится. И вот тут на помощь переходит сервис поделить. Он позволяет разбить покупку на 4 платежа. И далее совершенно бесплатно, без дополнительных комиссий, без процентов оплачивать покупки. И при этом процесс оформления не сложнее, чем оплатить товар банковской картой. Даже паспорт не нужен. Платим сразу 25% от стоимости, а далее у нас остается 3 равных платежа раз в 2 недели. Я хочу купить себе новый триммер. Переходим на подели.ру и смотрим список магазинов-партнеров. Тут есть разные типы товаров для любых задач. От детских вещей до электроники. Мне подходит Браун. Нам домой переходим в официальный магазин. Вот эта модель, Браун MGK3220. Я на нее уже давно посматриваю, поэтому для меня будет самый оптимальный выбор. Видим, что новые клиенты получают скидку, что очень приятно. Добавляем товар в корзину и переходим туда. Выбираем оплату через подели. График платежей тут тоже сразу перед глазами. Удобно. Для оплаты нам нужно ввести наши данные. Номер телефона, имя и имейл. После чего я оплачиваю первые 25% и жду доставки. Вот так все просто. Есть и мобильные приложения. Доступно оно как на iOS, так и на Android. Позволяет вам в режиме реального времени в приложении отслеживать график платежей. И самое главное о них не забыть. Просто, быстро, удобно и бесплатно. Сервис подели это действительно крутое решение и однозначно лучше, чем оплата кэшем. Ведь там нужно отдать всю сумму сразу, а здесь можно платить постепенно. Тем более, это еще и разгружает вас с точки зрения финансов. Круто? Однозначно да. А ссылку ищите в описании к этому видео. Она там будет первой строкой. А также она будет продублирована в прикрепленном комментарии, если вы смотрите видео на YouTube. Попробуйте, я уверен, вам однозначно понравится. Полное номинование устройства Let Me Neo. Это у нас уже версия 2.0. HDMI 2.0 на месте. Управление через мобильное приложение. И на самом деле абсолютно все, что только можешь себе захотеть. И плюс у нас версия здесь средняя. Соответственно, чуть больше 65 дюймов. Там условно до 70. Вот примерно так. На моем случае телевизор на 55. Так что много там места не потребуется. Ну и конечно, вы должны понимать, что в комплекте находится абсолютно все, что только нужно для того, чтобы установить данный гаджет на ваш телевизор. Это подробный юзер менуал, и он реально очень подробный. Там все четко вообще прописано. Как, что, куда, зачем делать и так далее. В этом плане можете не переживать. И конечно, все крепится на 3М скотч, который вполне себе неплохо держит. Но даже если вдруг держать не будет, в принципе, проклеить его дополнительно никаких проблем не составит. В общем, примерно так. И конечно, далее нас ожидает второй слой, который тоже будет у нас являться, наверное, основополагающим. Так как там прячется сама светодиодная лента в двойном экземпляре. Соответственно, одна лента у нас пойдет на верхнюю часть телевизора, другая пойдет на нижнюю. А подключается к самому внешнему блоку все по USB. А также есть адаптер питания классический на розетку. Сам блок синхронизации выглядит вот так. У него есть HDMI in и out. Соответственно, input out, все понятно. Кнопка включения, два USB, которые тоже все показано, верхний и нижний. В общем, тут уже все максимально просто. Он компактный, легкий. Можете даже в целом на где-нибудь сзади телевизора установить или на стеночку повесить, или просто на полочку поставить. Тут же выбирайте сами. Ну, а установка на телевизор, ну, занимает какой-то промежуток времени, небольшой, но в целом не критично. И итог получается вот такой. У меня OLED телевизор, поэтому все крепится именно на пластиковую часть телевизора. Наверное, если бы был телевизор несколько более тривиальный, будем так говорить, который мы чаще всего видим у большинства дома, то здесь установка и эффект был бы чуточку лучше. Однако даже вот в таком ключе на OLED выглядит все невероятно круто. Ну и мобильное приложение. Здесь у нас есть возможность добавить различные сцены, поднастроить все это дело. И, конечно же, дополнительно включить режимы, которые здесь тоже доступны. И далее можем выбирать различные вариации анимации на, соответственно, самой подсветке. Это может быть огонь, может быть какой-то мяч, переливание, закаты и все в этом духе. Тут же выбирайте, что вам нравится больше всего. Ну и, конечно, есть у нас еще один режим, который позволяет подстраиваться под музыку. И вот эти все моменты. Приложение получилось любопытным для всех, кто хочет расширить функционал для данной светодиодной ленты и не ограничиваться только оптимизацией со стороны телевизора. То есть, когда у нас все это дело будет не использоваться. Результат. Результат, на самом деле, феноменальный, потому что ты получаешь сильно ярче картинку, чем можешь себе даже представить. Ярко, максимально точно передаются цвета. И, конечно же, эффект вот этого прозрачного экрана, который так круто смотрится на каких-нибудь промо-роликах, то здесь, да, он тоже присутствует. Понятное дело, что съемка на камеру делала неблагодарная. И здесь, скорее всего, теряется большая часть того, что может данная подсветка. А может она действительно очень и очень многое. Важный аспект, который для меня лично является кругольным камнем при покупке подобного типа гаджета, это то, насколько четко и точно и быстро будет все отрабатываться. Здесь как раз тот случай. Вот наглядно, на самом деле, показываю на примере игр для PlayStation 5, на самой PlayStation 5, которая подключена 5КГД приставки, HDR 4К, все это поддерживается здесь внутри в полной мере. И мы получаем, ну, действительно, феноменальный показатель по всем нюансам. Игры без каких бы то ни было проблем. Все тоже прекрасно успевает. Можно посмотреть на то, как летает Человек-паук. Картинка достаточно динамичной, еще и сложной. Именно вот с Человеком-пауком справится не каждое подобное устройство. Здесь все на высоком уровне. Ну и давайте я, наверное, буду с вами потихонечку прощаться, после того, как вы посмотрите вот эти все подсъемы уже просто под приятную музыку. Потому как, ну, это крутая подсветка. Да, она позволяет получить вот эффект, который вы видите перед собой на экране. Да, она работает, да, она имеет дополнительный функционал. Но, в целом, это понятный гаджет. Этот я вам реально рекомендую, потому что, по факту, он работает максимально точно и корректно. В отличие, кстати, даже от самих телевизоров, которые идут с этой подсветкой изначально. Ну, не конкретно с этой, а со схожей. Ну, не конкретно с этой подсветкой. Ну, не конкретно с этой подсветкой. Ну, не конкретно с этой подсветкой. Что в итоге? Действительно интересный гаджет. Интересный он с точки зрения того, что это расширяет ваш телевизор. Ранее это доступно было только на определенных моделях, определенных брендов. Что, конечно, ограничивает вас, как потребителя подобного устройства. Подобных возможностей, технологий, называйте как хотите. Здесь каждый может использовать для себя. На мониторе, на телевизоре, неважно. Работает безумно круто. Поддерживает 4К, HDR, все моменты. Поэтому, если искали для себя вот что-то необычное действительно попробовать, это 100% ваш выбор. На этом у меня всего. Не забывайте поставить большой палец вверх, подписаться там, где смотрите. Внизу всегда есть красная кнопочка. Не забывайте ставить колокольчики на YouTube. А также, конечно же, писать ваше мнение в комментариях. В Telegram тоже переходим. Там можно оставить более широкий спектр эмоций под видосом. За счет чего мы поймем, понравилось вам видео или нет. И, конечно же, переходите в наш TikTok. Там тоже интересно. Ссылка будет в описании.